Скорбную дату в эти дни вспоминают в Татарстане. Здесь открыли мемориал памяти Булгарии. На берегу Волги, напротив места, где ровно год назад затонул теплоход, состоялась панихида. Молитва сотен людей в памяти о жертвах трагедии предварила открытие мемориального комплекса. Он включает в себя православный храм, мусульманскую мечеть, стену памяти с именами всех погибших. Продолжат наши коллеги из информационно-издательского отдела Казанской епархии. 10 июля – день скорби, отозвавшийся в сердцах многих людей ровно год назад. Крушение теплохода Булгария коснулось каждого человека не только в Республике Татарстан, но и во всей России. Каждый тогда сопереживал пострадавшим и семьям погибших, моля Господа о спасении выживших и упокоении усопших. В этот день во всех храмах татарстанской митрополии были отслужены заупокоенные богослужения и литии по погибшим. А в селе Секеевский взвоз Камско-Устиинского района Республики был открыт мемориал в памяти погибших. В траурных мероприятиях приняли участие советник президента Российской Федерации Игорь Левитин, министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов, президент Татарстана Рустам Миниханов и другие официальные лица. Конечно, это огромная трагедия. И никакими словами, никакими нашими действиями мы оправдать это не можем. Мы вместе с вами переживаем это горе и, конечно, скорбим о тех людях, кого мы потеряли. По благословению архиепископа Казанского и Татарстанского Анастасия, почтить память погибших, прибыл и наместник Казанско-Богородицкого мужского монастыря Игумен Петерим Рыбанин за братья. Мы сегодня здесь собрались, чествую память, годовщину, великую, скорбную годовщину гибели безвидных людей. И этот год, к сожалению, для всех нас, и особенно для тех, кто потерял близких, этим был ознаменован. Нельзя найти слов для подкрепления и для какого-то ободрения, потому что нет этих слов. Лишь слова молитвы нас утешают, утешают обращение к Богу. Обращаясь к Господу, мы просили, чтобы дал Он утешение здесь живущим в нынешние веки. Нам и дал вечную память тем, кого уже с нами нет. Вечная память почившим всех, кто погиб в этой страшной катастрофе. После митинга и возложения цветов у мемориальной доски с именами погибших в катастрофе официальные лица посетили построенные в годовщине трагедии часовню и мечеть. Мемориальный комплекс, заложенный в сентябре прошлого года на высоком берегу Волги, напротив места крушения теплохода, состоит из часовни, мечети и плиты с именами всех 122 жертв катастрофы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...